в этом видео я вам покажу как искать аномалии при помощи программы а и стат это когда у вас компьютер работает и выходит на полные обороты приветствуйте а дорогой зритель у нас макбук про 13 а 15 02 лэй 2013 года пришел с проблемой но точнее он включался был черный экран эту проблему я решил за кадром отдельно сделал там была проблема так как и на него что-то пролили сладкое но уже вторично попал шлейф дисплея жидкость и окислились контакты на разъеме матрицы я их восстановил но не снимал видео но у него еще оказалось 2 интересная проблема то есть он включается загружается долго работает но при этом зависает и сильно тормозит давайте в этом видео будем выяснять в чем же дело и попробовать восстановить вторую неисправность также у него вентилятор после загрузки или даже во время загрузки выходит на полные обороты и так поехали в большинстве случаев полные обороты это значит что какой-то из датчиков не читается и как на виде вентилятор на полных оборотах он не видит нас один из датчиков и вся система тормозит при этом вот посмотрите даже по доку видите за весами ладно то есть он не подхватывает управление вентиляторов даже если я выставлю столько минимальное значение а нет подхватил значит эссенции у нас целый сейчас тогда будем смотреть датчики то есть есть такая программа называется аистат вот сенсоры если один сенсор неисправен или отсутствует то тогда у нас вентилятор выходит на полный оборот нам надо будет искать именно аномалии аномалия выглядит следующим образом у нас прочерк либо 0 то есть у нас этот сенсор нормальный и вот у нас как раз аномалия где у нас получит идет вот palm rest минус то есть у нас не читается датчик трекпада получается трекпад у нас работает вот сам трекпад но датчик с него у нас получается не читается сейчас будем выяснить берем отвертку пенталоп 1 и 2 миллиметра выкручиваем винты нижней крышки после снятия нижней крышки сразу отстегиваем шлейф батареи нам предстоит задача добраться до нашего трекпада берем отвертку т5 и выкручиваем винты спикеров справа и с левой стороны для тех кто не знает это динамики зачем выкручиваем фиксирующий винт наши батареи заодно выкручиваем винты шлейфа а и бортплаты затем отстегиваем шлейф нашего трекпада для того чтобы до него добраться нужно снимать батарею отклеивать ее при помощи ниток мулины смаченных в спирту с обеих концов нитки нужно будет привязать но можно палочки деревянно использовать моем случае это петли от старых макбуков вот так же при помощью пинцета нужно будет проталкивать нить таким образом чтобы не повредить элементы батареи средние элементы снимается достаточно сложнее чем те которые находятся по краям поэтому не торопитесь это самый удобный безопасный и даже быстрый способ расклеивания батареи от корпуса мне он больше всего нравится раньше приходилось отклеивать батарею при помощи пластиковой бутылки ну то есть вырезать инструмент что-то вроде подковырки как ее сотов называет и таким образом снимали элементы но это очень долго было и также было рискованно затем берем нашу лопатку железную металлическую тряпкой нужно будет закрыть корпус и аккуратно отклеивать нижнюю пластину между трекпадом и батареей вот она достаточно сложно снимается и на нее обычно уходит минимум 5-10 минут чтобы аккуратно ее снять и при этом ее не погнуть потому что мы будем ее обратно вставлять а также нужно будет отклеить таким образом чтобы не повредить шлейф трекпада все металлическую пластину мы сняли выкручиваем винты те что ближе к вам как показано видео проталкиваем шлейф извлекаем наш трекпад теперь мы будем его изучать на предмет окислений извлекаем шлейф простите за грязные ногти в кадре не успел подготовиться вот смачиваем спиртом так как окисление мы обнаружили они попали в шлейф внутренней стороны и сверху их не было видно поэтому пришлось разобрать также шлейф достаточно поврежден но мы конечно попробуем его почистить ластиком а также спиртом и сам разъем отмыть берем зубную щетку наносим энное количество спирта зачищаем разъем это же самое делаем на шлейфе трекпада затем берем ластик и чистим до блеска контакты загружаемся смотрим но теперь трекпад вообще перестала работать то есть он не реагирует но при этом компьютер не выходит на полные обороты вот здесь я увидел что один контакт он прям прогорел беру новый шлейф и уже сейчас соберу с новым шлейфом для проверки но для начала все равно включу проверю на старом шлейфе и как оказалось на старом шлейфе он не работает возвращаем обратно новый шлейф сменный прикручиваем винты позиционируем равномерно трекпад так как с новым шлейфом должно заработать и работать стабильно выравниваем трекпад по уровню корпуса подстегиваем можно будет загрузиться для проверки убедиться что он позиционируется вот и работает так система загрузилась достаточно быстро даже если на ускоренный смотреть это было быстро трекпад заработал и вентилятор уже не выходит на полные обороты возвращаем нашу пластину обратно в корпус батарею мы не будем пока клеить так как она уставшая и в ближайшее время заказчик возможно ее заменит возвращаем обратно наши динамики все подключаем прикручиваем наши винты подключаем все шлейфы и уже будем проверять в собранном состоянии после того как все шлейфы подключены все винты закручены застегиваем шлейф батареи и закрываем нижней крышки и закручиваем ее загружаемся в систему и что мы видим palm rest датчик у нас теперь показывает температуру нету прочерга нету аномалий вентилятор на обычных на оборотах не выходит на полные то есть система работает стабильно ничего не за вас зависает ничего не тормозит все быстро открывается то есть я думаю что мы уже полностью устранили нашу проблему видите пальм reset 23 градуса показывает то есть он работает стабильно обороты ну принципе обороты обычный до 1300 рмп вот давайте еще также проверим клавиатуру потому что кнопочки слегка похрустывают запускаем виртуальную клавиатуру создаем папку на рабочем столе и вот таким вот образом проверяем как вы видите все кнопочки наши работают горячие клавиши я уже проверил они работают самом начале вот ну в целом все работает и стрелочки также все работают в целом макбук полностью восстановлен и уже можно отдавать владелица его вот но перед этим конечно я еще проведу какие тесты а также поставлю heaven benchmark немножко погрею его посмотрю как он будет себя вести на тестах в общем этот шлейф мы заменили так как он деградировал съелись на нем дорожки нет смысла его восстанавливать хотя если бы не было нового то пришлось бы мне его восстанавливать такое тоже бывает heaven benchmark тест прошел стабильно все компьютер работает думаю следующий раз его наверно точно зальют так как это уже вторичное залить и вот говорю людям прошу не заливайте их очень сложно ремонтировать восстанавливать после залить и в основном приносят свежие компьютеры начиная с 2016 года но топ залитых это 2017 год почему-то именно их очень много заливает чаще всего заливает пивом прям много компьютеров заливает пивом ну чай сок виски кола это уже как бы вторично пивы топ занимает первое место по залить ее то что приносит к нам также хочу поблагодарить всех кто донатит периодически на стримах и так даже в комментариях пишет получает ответ решает свою проблему вот мы как раз собираем на микроскоп скоро мы уже соберем на него и буду показывать вам новые видео по пайке код барсик просит вас обязательно пишите свои вопросы в комментариях под видео обязательно на все комментарии мы отвечаем очень быстро чао